Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия. Я вновь рада видеть вас в музейно-выставочном центре Тульской древности. Сегодня мы будем с вами делать вот такую куколку, которая называется Винничек благополучия. Вот эта куколка, которую я держу, сделала очень известная мастерица Ирина Владимировна Агаева. Ирина Владимировна одна из самых известных, наверное, тульских мастериц, кукольниц. И всех практически мастеров, которые живут в Туле, не только, я думаю, что в Туле, очень многих мастеров и других городов, именно она зажгла интересы к народной кукле, к тульской кукле и к бешеной технике, бесшитевой технике. Ирина Владимировна очень много путешествовала по Тульскому краю, занималась этнографией, участвовала в этнографических экспедициях, сама разговаривала с теми людьми, которые, собственно, и делали этих кукол. И вот как раз этот венчик сделан ее руками. Куклу это делали на святке и рождественский сочельник. И вот по одной версии куклу вешали напротив входа. Венчик не случайно, да, оно и по форме напоминает собой метелочку. Считается, что куколка эта, повешенная напротив входа, выметает все плохое, не позволяет внести даже в дом все плохое, что может навредить этой семье. А по другой версии эту куколку хозяйка делала тайком ото всех, и место, где она висит или где она была убрана, никто не знал. И когда хозяйка чувствовала, что дом какое-то состояние такое напряженное появляется у всех домочадцев, то она, когда никого не было дома, потихоньку брала этот венчик, и вот такими выметающими движениями проходила всю квартиру, весь дом, всю избу, по часовой стрелке, начиная от входной двери и заканчивая входной дверью. И как бы входную дверь в этом выметало все, что накопилось негативно. То есть венчик этот и оберегал, и в то же самое время помогал как бы очистить избу, помещение жилое от накопления такой негативной энергетики, как мы бы сейчас с вами сказали. Для того, чтобы сделать такую куклу, нам нужна вот такая метелочка. Сделанная и метелка, и кукла из особого материала, называется оно лыка. Лыка – это такая тонкая нижняя кора деревьев. Говорили, что ходили драть лыка. Вот драли лыка как раз с разных деревьев, чаще всего с липы, потому что липа меньше была подвержена влаге, она меньше набухала, вообще кора сама по себе. Но также из других деревьев. А вот, к сожалению, с какого дерева надрали лыка для этой куколки или для нашей будущей куклы, к сожалению, я не знаю. Продаются такие лыковые мочалки в хозяйственных магазинах, и называются они кисть мочальная. Мочальная, чаще всего используемая для побелки. Но для того, чтобы нам использовать эту кисть, нам надо ее немножко подготовить. Мы с вами, вот она сделана, хотя она сделана в виде венчика, но очень часто внутри, вот в этой части, в верхней части, вот самой мочальной кисти, для того, чтобы сделать ее более жесткой, да, придать жесткость, как бы, ручке, вставляет туда и куски дерева, и куски коры. И вот, ну, нам нужно от этого, от этих внутренностей избавиться. Иногда просто накручивают тоже отходы, как бы, вот этих вот лыковых волокон. Для того, чтобы не избавиться, мы вскрываем, вот срезаем все вот эти, держивающие нашу мочалку, элементы, да, на случай это скотч, иногда скотча нет, просто вот эти, тоже выковые завязочки нужно срезать. Вот мы брали, вот они у меня завязочки, еще кусочки скотча. Теперь мы раскрываем нашу мочалку, да, и, собственно, лыка-то тут не очень много, но нам с вами на венчик как раз хватит. И вот эту часть мы просто снимаем, вот таким образом, и откладываем в сторону. Нам необходима вот эта лыка, такая, достаточно длинная, красивая, пугая, которая, если мы сложим пополам, напоминает нам тоже венчик. А вот эту часть, да, вот здесь месор можно убрать. Мы очень, как следует, разглаживаем, уже, как бы, тоже формируя лицевую часть нашей куколки. Пока вот еще у нас кукла не сформирована, можно подсказать лыка, да, потому что, когда кукла уже будет, даже фигурка куклы будет сформирована, уже отстригать ничего нельзя. Так как кукла все-таки у нас оберега, для того, чтобы кукла действительно имела функцию оберега, нужно думать только о хорошем. Можно включить себе какую-то такую тихую, очень любимую музыку, и желательно делать это, конечно, не где-то на мастер-классе, а одной, дома, да, полностью сосредоточившись на положительных мыслях. Итак, мы с вами складываем вот такой вот венчик, да, как бы получается, и завязываем, формируем ему, ну, можно сказать, как бы головку, одну часть. Опять же, несколько раз в верхней части, или ручку, за которой мы будем держать этот венчик, когда будем выметать все плохое, что сказать, накопится у нас в доме, и завязываем. Здесь мы уже нитки используем красные, да, так как красный цвет и красные нитки были издревле считались обереговыми, наделялись обереговыми свойствами. Затем нам нужно также, как вот и венчик, венчик настоящий, который мы пользуемся домом, прошить, нам нужно немножко тоже так же прошить и нашу куколку. Мы отрезаем нитку длиннее и начинаем, разделим наш вот этот венчик на несколько частей. Вот таким образом проходим, как восьмерочка, да, вот сначала мы вот таким образом сверху, а с этой стороны нет. Теперь делим еще одну часть и этой же ниточкой снизу теперь ее обходим. А когда будем возвращаться, получится, что она уже будет у нас с обеих сторон. Так, теперь еще одну часть делим. Вот куколка Ирина Владимировна разделена на четыре части, да, самая нижняя часть. Но мне почему-то хочется разделить на нечетное количество частей. То есть получается вот таким вот образом. Где-то она снизу, нитка оказывается, где-то сверху. А теперь мы идем обратно и там, где нитка была снизу, обматываем ее сверху, да, вот таким образом. И уже по разделенным частям получается, что она полностью, вот эти части полностью соединены, держит, собственно, нашу вот эту началочку, нашу вену. Вот таким вот образом получается. Прошиваем мы с вами дополнительно, как бы, придаем форму нашему венечку, да, подтягиваем немножко нитки и завязываем. Теперь можно нитки пока не отрезать. Теперь самое интересное. Вот вы видите, что у Ирины Владимировны кукла украшена многочисленными узелками. А в эти узелки насыпали различные крупы. Узелков этих должно было быть нечетное количество. Их могло быть 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. Вот можно было насыпать много разных видов крупы. Можно было положить в один из мешочков шерсть или монетку. Да, вот все это приносило в дом благополучия. Соответственно, если крупы, то это благополучие никогда не будет в семье, никто нуждаться голодать в еде. Если это шерсть, соответственно, будет возможность купить или сделать себе одежду. И монетки, это, конечно, уже материальное благополучие. Если мы с вами насыпаем крупу, то крупу вот в древности, прежде чем сделать эту куколку, да, ставили на ночь в красный угол, там, в тот угол, где висели икона. И вот крупа, находясь в этом красном углу, она отбирала себе силу, икон, та как бы освещалась. И затем только вот эту крупу уже использовали для создания вот этих вот узелочков. Интересно, что крупу эту никогда не срывали просто так, не использовали просто так. Только когда в доме кто-то заболевал, то ему в кашу могли добавить как раз вот эту крупу. В данном случае я вот приготовила несколько плошек с крупой. Это рис, это пшено, и это ячмень. Также вот кусочек шерсти и монетки. И еще вот обратите внимание, обязательно должен быть звоночек, должен быть колокольчик. Вот у меня колокольчики эти тоже есть. Сейчас мы с вами будем украшать. Для того, чтобы нам украсить нашу куколку, нам нужны квадраты. Вот у меня квадраты вырезаны 7 на 7 сантиметров. Можно брать меньше, можно брать больше, как вам больше нравится. В серединку квадрата насыпаем небольшую кучку крупы. Не увлекайтесь много, потому что крупа будет рассыпаться. И немножко собираем со всех сторон, формируя как раз вот такой узелок. Можно использовать разноцветные узелки, разноцветную ткань. Можно использовать ткань красную, что усилит обереговое значение нашей куколки. Ну а разноцветные узелки усилят ее декоративность, украсит нашу куколку. Вот таким образом делаем все узелки. Когда завязали, потушу завязываем, чтобы ничего у нас не просыпалось. Можно немножко выровнять, красиво распределить, собственно, ушки этих узелков. Так, рису мы сделали, пшено. Пшено нужно побольше, но более мелкое. Тоже. Затягиваем и завязываем. Я сознательно делаю ниточки длинные, чтобы потом этими ниточками можно было привязать сразу эти узелки к кукле. Так. Ячмин. Ячмин – это попросту перловая лапа. Подтужу, затейте. Завязываем. У нас будет 5 узелочков, 3 узелка с крупой, с шерстью и с монеткой. Так. Вот. Берем кусочек шерсти. Шерсть тоже можно купить в магазинах для рукоделия различных, для валяния. Можно заменить ее любой другой крупой, на ваше усмотрение. И опять разравниваем наши углуки. Вот так. Монетку для того, чтобы у нас монетка была более объемной, мы вниз кладем монетку, а сверху небольшой кусочек, или можно той же шерсти, вот у меня, к сожалению, шерсти нет, а кладем в синтепон. Да? И даже много синтепона, поменьше. И обтягиваем. То есть она получается таким плоским, как бы, донышком. Вот этот узелочек. И завязываем. И так вот у нас пять узелков. Крупу можно убрать. И теперь наша задача завязать эти узелки, закрепить узелки на кукле. Можно их закрепить вот на эти же части, да, которые мы уже сами разделили. Можно просто где-нибудь в других местах, где вам больше нравится распределить по кукле. Мне вот хочется чуть выше сделать, чуть ниже. И мы не забываем, что нам еще нужно будет закрепить еще колокольчики. Аккуратненько. Завязываем. И вот здесь уже лишние нитки, конечно, мы отрезаем, чтобы кукла... Раньше, конечно, опять же, если вы делаете обереговую куклу, то вы ничего не отрезаете, только отрываете. Далее. Вот интересно еще, что лык тоже материал натуральный, да, вот, как я уже говорила, дерут его из различных деревьев. И вот иногда даже покупаешь вот эти мочальные кисти, пахнут они по-разному. Очевидно тоже, что это зависит от того, с какого дерева, собственно, драли это лык. Вот так можно немножко в разные стороны их разденуть. Вот так можно немножко в разные стороны их разденуть. Завязываем подружу, чтобы узелки наши не соскочили. Когда мы с вами поднимем нашу куклу, чтобы они не соскользнули вниз. Вот таким образом, да, как бы пряди такие, да, нашего лыка. Вот такая кукла у нас получилась. Теперь нам нужно закрепить колокольчики. Колокольчик, в принципе, тоже можно сделать нечетное количество, можно закрепить и в один. Я вот привяжу колокольчик на ту ниточку, которая осталась, когда мы прошивали, собственно, провязывали наш венчик. Сейчас, как бы, тоже с этим проблем нет, но так как много разных и колокольчиков разных цветов, разной формы продается также в различных магазинах порок рукоделия. Укателия не хочет он на ниточку. Колокольчик можно завязать более свободно, чтобы он висел и, собственно, звенел своим звуком, своим звоном тоже отгонял нечистую силу или дурные, полностью пришедших нам в гости. Ну и нужно еще один, например, колокольчик. Иногда таким венчиком завязывают, делают головные уборы, завязывают косу, даже красную. Но мы для нашей сегодняшней куклы ориентируем, все-таки является вот этот венчик былополучий, который сделан Ириной Владимировной. Вот такой похожий венчик с разными узелками, звенящий, получился у нас сам. Я надеюсь, что по моему мастер-классу вы сделаете этот венчик сами или вместе с детьми. Спасибо вам за внимание. Ждем вас на следующем мастер-классе.